Рынки позиции Добрый день, господа. Благодарю вас. У нас предыдущая рекомендация и у одной, и у другой команды так или иначе была связана с нефтью. Команда фундаментального анализа рекомендовала нам бренд, короткую позицию в этом инструменте. И здесь доходность, как мы видим по графику даже, такая отвесная, практически было отвесное движение вниз, доходность практически 1% заставила бы. В то же время покупка ExxonMobil, которую рекомендовала нам команда технического анализа, тоже сработала, но, правда, принесла бы в пределах полупроцента. Таким образом, балл уходит в команду фундаментального анализа и сейчас счет 1-0 именно в их пользу на текущей неделе. Ну а с начала текущего года с отрывом в 11 баллов у нас лидируют техники. 21-10 в их пользу. Конечно, тема сегодня, Артем, очень обширная по поводу нефти. Давайте несколько вводных тогда выдам, поскольку, во-первых, BHP Billiton сегодня говорит о том, что, например, спрос на нефть в 2017 году будет превышать предложение. Мировой спрос, в том числе и на конденсат, до окончания 2017 года, наконец-то войдет в равновесие, будет выше, чем то, что сейчас имеем на производстве. И те же самые запасы могут быть уже, вероятно, исчерпаны и прийти к балансу. Но и Россия в феврале сократила добычу нефти примерно на 124 тысячи баррелей в сутки и полностью выполняет соглашение и то обязательство, которое на себя взяла в рамках договоренности ОПЕК по сокращению добычи нефти. Скажите, Артем, в этой связи видим ли мы какие-то движения не в сторону снижения, не на падение, на которое вы вчера ставили? Я понял вопрос. Да, вот эти прогнозы по поводу восстановления баланса спроса и предложений, как следствие и соглашения ОПЕК, а также тех регионов, которые не входят в содружество данного ближневосточного картеля, они звучат очень давно. И я не умиляю значение того факта, что периодически рынок возвращается к этому позитиву и предпочитает отыгрывать через восходящую динамику на рынке нефти. А может ли сейчас начать отыгрывать, ну скажем, такую отдаленную, но все-таки перспективу уже в настоящий момент? Вы знаете, я вот недавно стал свидетелем, ну, посредством анализа новостных сходок, тех комментариев, которые были сделаны со стороны генерального секретаря ОПЕК. Касающиеся темы, опять же, того, что стороны регионов соответствуют договоренностям по ограничению производства на 90%. На 94% даже были оценки в том числе. Да, это вот оптимистичная оценка, но вот умолчали, а куда делись еще 6%? Ну, вроде бы как... Ну, наверное, еще просто не успели. На самом деле, правильный вопрос, он логичен, но все-таки речь идет о незначительном сокращении производства. 1,8% в целом это капля в море по сравнению с теми объемами, которые добываются. И, опять же, к февралю месяцу уже регионы должны были соблюсти эти условия. Вот комментарий гласил то, что регионы, которые не входят в ОПЕК, к сожалению, пока не такие добросовестные в исполнении обязательства. Я думаю, что Россия в их числе. Сокращение есть, но оно не настолько значительно, как было озвучено в соглашении и под тем документом, под которым подписался Россия, принимая участие в этом энергетическом пакте. Относительно России есть еще и, правда, уже вчерашняя с форума в Сочи новость. Но, тем не менее, довольно интересная о том, что вопросы покупки России 100 тысяч баррелей нефти в сутки у Ирана прорабатываются. Об этом говорил господин Новак. Если у нас своей нефти достаточно, зачем нам у Ирана еще покупать? В данном случае мы можем говорить о том, что нас с Ираном связывают давнее партнерство. И мы ранее сотрудничали в программе о нефти в обмен на продовольствие. В данном случае, наверное, просто есть какие-то логистические соображения. Вероятно, поставки нефти в то же самое портного российского с северных бездражений Ирана более выгодны для европейского рынка, нежели поставки, например, на азиатский рынок через южные порты. Нам это не грозит какими-то дополнительными санкционными воздействиями или еще? Я думаю, что мы уже санкций не боимся, мы их уже научились обходить. И в данном случае, может быть, имеет смысл какие-то своповые соглашения. То есть мы просто в данном случае нефть поставим в другом месте, в такие же объемы. То есть найдут какие-то лазейки для того, чтобы обойти возможность такой попасть на санкции. Хорошо. ExxonMobil, который вы накануне рекомендовали, сейчас ведь определенное лобби сложилось в новом кабинете Трампа в связи с, опять же, Тиллорсоном. Скажите, насколько на текущий год, например, перспективна эта бумага с текущих уровней? Продолжаю рассчитывать на то, что по ExxonMobil мы увидим в ближайшие дни продолжение консолидации. Те уровни, которые я озвучил накануне, они будут достигнуты. И в дальнейшем, вероятно, должен последовать разворот, потому что цены на нефть, я думаю, что все-таки вначале мы увидим на отметке 60 долларов, потом уже на отметке 50 долларов. Ну и что касается Дональда Трампа, то в данном случае можно вспомнить о том, что он обещал послабление для традиционной энергетики, в частности для сланцевой компании. У ExxonMobil недавно была сделка по приобретению активов на платформе Permian, где будет добываться в перспективе, возможно, 3,5 миллиарда баррелей нефти. Там такие перспективные запасы есть. Соответственно, послабления с точки зрения регулятивных мер могут способствовать тому, что стоимость излечения каждого барреля будет дешевле обходиться. И от этого выиграют денежные потоки компании, и, соответственно, компания будет стоить дороже, чем сейчас. Ну, не можем не упомянуть. Артем, вам вопрос адресую о том, что сегодня прошел день инвестора Газпрома в Сингапуре. И, в частности, довольно консервативные прогнозы, например, по нефти были заложены на 2017 год. Так исходит Газпром из 48 долларов за баррель и цену газа в 166 долларов за тысячу кубических метров. Я напомню, что в прошлом году средняя цена была 167. Но это для определенного такого параметра, поскольку, например, говорит Газпром и о том, что может доразместить свои бумаги на азиатской бирже. Сохраняет, по крайней мере, планы по выходу на биржу азиатскую. Ждет цену экспорта в 180-190 долларов за тысячу кубических метров. В этом диапазоне не исключает, по крайней мере, на 2017 год. Но Европа остается приоритетным рынком для Газпрома. И в 2017 году может поставить туда, в этот регион, более 180 миллиардов кубических метров газа. Давайте просуммируем все, что сегодня было сказано. И учтем, что уже с завтрашнего дня вступают в силу изменения в индексах MSCI. Ну и, в частности, существенным образом сокращается доля Газпрома в этих индексах. А это значит, что с завтрашнего дня может пойти отток из этих бумаг. Что по перспективам Газпрома? Есть ли потенциал просадки? Вопрос понятен. Я могу сказать, чисто мое субъективное мнение заключается в том, что если бы мы работали с новостным фоном, который учитывал бы факт потери веса доли акции Газпрома в этом индексе, это исключительно медвежий сигнал, который создал бы для бумага этого монополиста российского серьезный медвежий тренд, импульс. Но также параллельно с этим стоит отметить, что совет директоров в компании пошел на очень, на мой взгляд, дальновидное тактическое решение и не стал оплясать под общую дудку рынка, связанную с тем, что оговариваются условия пэл-аута, то есть выплаты по дивидендам. И о числе прибыли сейчас обсуждают ставку в 25%. Газпром готов выплатить на дивиденды до 50% прибыли, если так решит правительство. Это как раз чрезмерный позитив, который, может быть, нейтрализует эффект выпада из общего индекса. Ну да, мы сегодня, кстати, и видим, что нет динамики особо активной в сторону снижения в бумагах Газпрома, а дыры вовсе подрастают. А что касается азиатского рынка, такая инициатива обсуждалась еще примерно год назад. Они планировали выйти с облигационным займом, по-моему, на 500 миллионов. В Гонконг, правильно? Да, и нужно было это сделать тогда. Потому что сейчас мы видим общее недоверие к российскому рынку, к ключевым бенчмаркам РТС и МВБ, тому подтверждение. У инвесторов и унистациональных очень много вопросов. Почему же тогда, когда рубль растет, почему когда нефть растет, когда постоянно звучат разговоры о том, что отношения США потеплеют, и это может стать основой для снятия финансово-экономических санкций, почему фондовая секция сыпется? Ответа на этот вопрос, конечно же, нет. И поэтому азиатские инвесторы, которые, в принципе, не страдают протекционизмом, болезнью в пользу западных стран, они сейчас не будут вкладывать в российские бумаги, особенно на своем рынке. Станислав, вы согласны с этим утверждением? И интересен ли сейчас «Газпром» все-таки вслед за рынком с начала текущего года почти на 15% в российском московском рынке? Если посмотреть на график акций «Газпрома», то можно констатировать, что пока каких-то разворотных моментов нет. И вот эти события, которые вы сейчас описали, продолжают воздействовать негативным образом на инвесторов, плюс общий негативный фон разочарования от отсутствия позитивных шагов в отношении сближения России и США. Поэтому «Газпром», я думаю, что в ближайшее время все-таки вернется к отметкам 125-130, где дальше мы увидим продолжение покупок в долгосрочном таком боковом тренере. Ну, пришло время озвучить сегодняшние рекомендации. И начинает Артем, представитель команды фундаментального анализа. Пожалуйста, ваши две минуты. Сегодня я хочу предложить сделку по покупке американской валюты против иены. И приурочить эту идею к очень важному событию, который, думаю, не будет ошибкой, если мы скажем, потому что значимость определяется не границами только предстоящего дня, а даже последних месяцев. Это выступление Дональда Трампа в Конгрессе. Оно состоится завтра, ранним утром, в 5 утра по московскому времени. И уверен, если Трамп все-таки выполнит те обещания, которые были им даны, я, в частности, слежу активно за твитом его, вот, в частности, один из последних твитов, то, что в момент своего выступления он может предложить конкретный, более-менее поработанный план налоговой реформы. То есть реформирование системы корпоративного налогообложения. И не только корпорации, может быть, даже и для физических лиц. Для доллара это, безусловно, серьезная поддержка, которую американцы ищут очень давно, но пока не могут найти. И в последние недели, даже месяцы, мы слышим много, опять же, разговоров по поводу реформы Трампа, но все они носят какой-то протекционистский такой характер. Поэтому воспринимаются трейдерами в негативном ключе. И американец, если проследить среднесрочную картину, больше терял в последнее время. Сейчас есть возможность реабилитироваться. Если Трамп действительно анонсирует эту налоговую реформу, такой подход станет серьезным стимулом для покупки доллара. И не забывайте то, что еще одним аргументом в этой чаше фундаментальной поддержки для доллара остается позиция ФРС по поводу изменения процентных ставок. Американский регулятор уже четко дал понять то, что на рынке созданы все условия для дальнейшего повышения процентных ставок. Возможно, даже трех раз в течение 2017 года. Но для этого нужно получить необходимую, соответствующую базис от стимулов Трампа, потому что макроэкономическая картина только улучшается. Давайте уровни обозначим. Поэтому можно переходить теперь к самой рекомендации. Пазл складывается в пользу поддержки доллара. Сейчас котировки, я думаю, где-то на уровне 112, даже 20. И, в принципе, можно поднимать пару с текущих значений. В качестве стоп-лосса поставить уровень с отметки 111 иен за доллар. А тейк-профит, учитывая такой новостной фон, можно завести очень высоко, к примеру, 114. Благодарю. Сейчас узнаем, что же рекомендует наша команда технического анализа. Станислав, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо. Так уж совпало, что моя рекомендация аналогичная. Также я покупаю американский доллар против японской иены. И согласен с фундаментальным предпосылками для покупки. Что касается иены, могу сказать, что здесь основная игра – это разница в процентных дифференциалах. Банк Японии будет последним выходить из этой гонки стимулирования экономики посредством монетарной политики. Американский доллар, соответственно, будет выигрывать за счет того, что будет ФРС ставки повышать. И, возможно, конечно, это может и не произойти в марте, но может произойти уже конкретно в апреле. А ставки на это уже составляют более 50%. Сегодня Трамп может сказать не только про налоги, но и про свой инфраструктурный биль. Может коснуться мимоходом его. Ну и плюс сегодня в 16.30 выйдут данные по ВП США. Ожидается пересмотр оценки с 1,9% до 2,1%. Это дополнительный повод для ФРС подумать о том, чтобы ставки повысить раньше, а не позже, как они об этом в последнее время говорили. Что касается технических моментов на графике японской иены против американского доллара, то можно сказать, что слабость американского доллара с начала года вызвана чисто техническими факторами. Фундаментальный фон нисколько не изменился. И мы сейчас близки к тому, чтобы увидеть завершение этой коррекционной фазы и начало новой фазы подъема американского доллара против всех валют и против японской иены в частности. С точки зрения волновой теории Эллиота, мы сейчас завершили в конце, в середине февраля, в зигзаг, в трехволновку. И теперь мы на пороге формирования нового большого импульса вверх, который, согласен с Артемом, может привести к тому, что японская иена может достичь отметок 120 и выше. В данном случае... Уровни пришло время назвать. Мы корректируем тот импульс, который был в середине февраля, и сегодня мы можем начать формирование первой позиции. Мы ждем, я жду, что мы увидим 113.60 уже в ближайшие дни, вероятно, даже сегодня. Стоп я рекомендую поставить на отметку 112 иен и покупать с текущих уровней. Итак, с текущих уровней покупает одна и другая команда, но вот, правда, 113.6 ждет техника фундаменталиста 114. Стопы тоже разные, это 111 и 112 у технического эксперта. Завтра посмотрим, как отработали. Ну, а сейчас, напоминаю, команда технического анализа представляет Станислав Вернер, независимый управляющий активами. Команду фундаментального анализа поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. Это были рынки позиций. Елена Хрупова, не переключайтесь, всего вам доброго.